Мы решили приехать в Дбериси, где есть хороший стадион, хорошее поле, а самое главное, у нас есть хороший гость. Александр Чевадзе, генерал обороны, как придумали в свое время английские журналисты. Меня зовут Алексей Андронов, Кирилл Дементьев вместе со мной. Александр, а вот при каких обстоятельствах появился этот титул, так скажем? Ну, в 1984 году мы играли товарищескую игру в Англии, на Уэмбрии, против сборной Англии. И после игры английские журналисты написали, что Александр Чевадзе, генерал русской обороны. Вам понравилось? А погоны? Сам себя там генерал. Я помню, что у вас бывает другая история с товарищеским матчем. Когда к вам должен был нигерийский мэр, кажется, приехать в Нигерии, Грузии. Когда вы главный тренер. Когда вы сказали, что вы так в Политбюро, когда шли, так не одевались, как на встречу с этим. Да, нет. Ну, там же 40 градусов, там, жары. Так. И вы в Гаусске были? Ну, нет. В Гаусске, да. Ну, а потом, когда пошла игра, я... Про эту игру очень любит Ревас Арвеландзе рассказывать. Там же он, он же реже, да. И как-то... Акадзе любит рассказывать, когда на пятой минуте вынесли носилки, потому что он получил травму. Да. Он шли лег на них и сказал, уносите, я играть не буду. А после недели они обыграли сборную в Болгарию на чемпионате мира. Ну, я тогда согласился, чтобы в нашу сборную... Там же мы еще не были, там, члены УФА, ФИФА, и... Но Дарак Алкадзе мне сказал, что полетишь в Нигерию. Команда, ну, мощная такая. А наши игроки только Цхададзе и Кицбай играли за границей. А остальные все местные. В чемпионате Грузии играли. И сколько ни говори, сколько там ни показывай. Тогда на себя ты почувствуешь, какая разница между тобой, между сбором Нигерии. Сильная была команда, да? Конечно, конечно. И один увели, кстати, да. Как раз, по-моему, Арвеладзе и забыл. Да, Пенатзе забыл. А когда мы в аэропорт прилетели, он же, риджи такой, а там Нигерии, первый раз увидели. Резу Арвеладзе, вот так еще больше. Такие голоси у меня. Вы знаменитый защитник, но ведь в Грузии всегда был культ атакующего футбола. Ну, я атакующий защитник. Да. Но все равно, вот редкий случай, чтобы именно грузинский защитник вышел настолько на первый план. Вы же были, собственно, капитан команды. На вас все смотрели. Ну, до меня был еще Муртас Курцилова. Тоже любил атаковаться. Ну, кстати, я больше всех мячей забыл, как защитник. И сейчас я помню, по-моему, в российских газетах написали, что этот рекорд в Советском Союзе, что столько ничего, что в Центральной защитник забыл, наверное, не останется. Ну, Янашевич, я думаю, что уже забил, наверное, больше с учетом пенальти. А как вы вообще стали защитником? В детстве наверняка в атаке играли? Да, в детстве вот сейчас я, вот такое мнение, что вот дети до 12 лет, не надо им играть в одиннадцать, против одиннадцать. Надо играть семь на семь, шесть на шесть. Чтобы и атаковать научиться, и защититься. Ну, универсальность универсальность. И вот я в полузащиту играл. В 72-м я играл в Твилиси, в футбольной школе молодежи. И мы стали чемпионом Советского Союза в Учгороде. Примастеров было такое. Я играл в полузащиту. А вот в 77-м году, когда мы играли против Кросс Хопперс, сейчас у меня 1-0 выиграли, а там при счете 2-0, я обыграл вратаря, и у него пустые ворота, хочу забивать, и сзади меня бивают, и судья не назначил чемпионаты. А что-то Хантюгашвили был центральным защитником, он со своей половиной прибежал, и оскорбление там судью, и дали ему пять игр. На следующий год мы опять на Кубок УФ играем, и вопрос в центральной защите был. И Нудор Ахалкати решил, чтобы меня поставить в центральной защите. Ну и вот так стал. У вас долго в сборной была еще связка с Ухилидзе? Конечно. Вот как работалось вам с тренерами, которые не из Грузии, с Бесковым, с Лобановским? Оба, вот Лобановский и Бесков, это ярчайшие тренеры, они были великими тренерами. Лобановский, все говорят, что он очень любил физподготовку, как вы это все воспринимали? Нормально, нормально. Без физической подготовки, какого успеха ты добиваешься? Ну считается, что уже Грузины детенируются, только играют. Да нет, что, нет. Если бы ты не был физически подготовлен, ты не попал бы у Лобановского сборного. Но я, вот Лобановский нам говорил, вот как вы смотрите на сегодняшний год, какой у вас тактика такая. Но я более к Бескову, как Бескова у нас предлагал, как играть, я вот в сторону Бескова. А с Лобановским все время у меня нет спорта. А вот он позволял спорить? Позволял, да. И о чем вы спорили? Ну, например, вот Лобановский все время говорил, что не надо, вот, допустим, соперников на край, чтобы они подачу делали. И он все время говорил, что лучше, чтобы в середину заходить. А представь себе, сейчас в середину вместе заходит, не заходит. А я говорю, нет, лучше на край. Бесков тоже так говорил, лучше на край, чем в середину. В середину заходит, а один под себя и сразу бьет по воротам. А сейчас, ну, вы знаете, что, Лобановский принадлежал таким тренером. Он любил английский футбол. И все время, ну, у него было такое, он так смотрел. Ну, он позволял. А подключаться к атакам тоже разрешал? Это уже от себя это идет. Это тренер не скажет, чтобы ты подключился. Это сам ты должен быть таким игроком, что ты тоже чувствовал сейчас. Когда надо подключаться, и это все. Ну, вы чувствовали хорошо, вот, прошло уже 36 лет. С какими чувствами вспоминается в тот день? Ну, как вам сказать, что этот, для Грузии, это был, ну, такой знаменательный дата. Я помню, когда «Динамо Твилиси» стал чемпионом Советского Союза в 64-м году. Ну, вся Грузия, мне тогда 9 лет было, из Твилиси там, все на улицу выходили. А мы, что он нам рассказывал, что вот 15 мая мы вернулись в Череметьево. И Нудар Ахалгад сказал нам, что возьмите свои сумки. И Эдуард Шевернадзе прислал чартерный рейс. Положите это в ваш багаж. Ну, у нас есть кадры, где вы с Кубком выходите. Да, вот, и сперва надо выходить в Череметьево, там, 10 тысячи грузин, там, приехали, там. А в тот Кубок можно было что-то налить, или он был закрытый? Конечно, грузиник, это разве можно, там. Есть очень популярная история о том, как вы зачитывали команде Телеграмму от Ильи 2-го. Да, этот вот никогда на Нудар Ахалгадзе не останавливал меня. Его, когда из раздевалки выходил, он мне сказал. И мне встали, и он зачитал. Ильи 2-й там прислал, свой как ввел. Влиял это, как на команду? Конечно, ввлиял. Когда первый человек, там, тебе на поле выходишь, это уже, это поле уже, поле сражения. А как вас угораздило отдать бутсы от Ари Габелия? Ну, я как профессионал все время. Несколько пар возили? На 2 дней, ну, 2 пар возили, и Габелию там сумку потерялся, там. Я отдал и подарил. Он потом в них играл еще? Да, играл, ну. А какие были призовые, вот что вы получили за ту победу? Какие-то премии, премии? Какие-то за премии, 600 долларов, по-моему, и больше ничего. Ну, в Тбилиси Волгу дали хотя бы? Очередь. Очередь. Никто не подарил. Там 14 тысяч стоило. Очередь, ну так. Вас не приглашали за границу играть? Нашу команду где-то. Почти всех пригласили, но приглашали, но... Так же в Мислах приходило, чтобы... Почему? А кто нас отпустил был? Ну, Зинченко же отпустили в Астрию. Это уже когда мы заканчивали игру в Астрию, в какой-то лиге. А там... Там еще и рабочая команда была типа Раппи. Да, и у нас из Англии было приглашение, из Испании, Италии, Германии, Франции. Но капитан команды, финамат Тбилиси, какой-то сборной команды. 20 рублей на отбавках за МВД. Наверное, вы когда приходили в Тбилиси в ресторан, вам, наверное, заплатить не удавалось никогда? Ну, в ресторан мы очень редко ходили. Но узнавали все? Конечно. Там, а питья, деньги не брал. Но все время этот пригласил. А если вам вот хотелось просто выйти, чтобы вас не узнали, как-то это можно было сделать? Нет, невозможно было. Не узнать все это у Грузии или даже в Советском Союзе. Там темные очки. Да, нет. Парик. Парада. Скажите, а что вот собой представляет современный грузинский футбол на ваш взгляд? Ну, как вам сказать? Сейчас вот у меня такое мнение, что вот есть у нас одаренные ребята, но они не знают. И сейчас дефицит, я скажу вам, дефицит детских тренеров. Я вот, когда меня в команду брали, Динамо Тбилиси, мне было 18 лет. Я только мог играть в футбол. А чтобы надо было еще накачать там, это пресс, мускули там, это, это, я, к сожалению, не знал. И за два года я две игры сыграл за Динамо Тбилиси в 8-м составе, в 74-м и 75-м. Вот эти за два года я из тренажера не выходил. И мне повезло еще, что тогда в Динамо Тбилиси играли Хурциллава, Дзюдзошу, Игорь Сатьян, Ноди, которые нас подсказывали, на чем надо было обратить внимание. И это мне повезло в этом плане. Так что, вот я вам говорю, два года, вот я из тренажера не выходил. Вот когда у нас было двухразовые тренировки, Нодара Халькаци, Вова Гуцева, Дукипианы давал, 35-я школа есть там, там легкатлетическая школа. И там они ходили на утренние тренировки, там, чтобы физически подготовиться. Оба и Гуцева, Дукипианы не было такого. Есть природные, вот Хурциллава, Доросель, природные у них это было. А есть городские были ребята, которые выросли в лодях там. Мы только играть могли в футбол, а вот чтобы сила была, да. И вот я два года так потерял. А вот как стал 21, все, тогда игру не пропустил. Ну а современные грузинские футболы, в чем проблема? Вот я говорю. Почему нет результата? Результат это, это такое сейчас. Тогда Динамо Тбилиси была в сборной Грузии. Играли в чемпионат Советского Союза. Все одаренные были в одном клубе, Динамо Тбилиси. Еще была торпеда Кутаиси. И Гурия Ланчхуды. И Ланчхуды. Оттуда приходили очень талантливые ребята. И Кутаиси, и Ланчхуды играли на первенстве Советского Союза. Была еще девятая зона там. И я еще могу сказать, что чемпионат Советского Союза был один из сильнейших. Ты все время был, ну как вам сказать, не мог себе давать, чтобы ты расслабился. Все время ты под напряжением тренируешься. Вот сейчас я заканчиваю игру, а на следующее утро уже вылетаю в Москву в сборную Новогорск. А там обедаем, и Лобановский вечером говорит, надо тесты. А если ты там тесты не сдаешься, обратно ввелись. А вот эти все истории, что игроки Берийского Динамо могли там после матча собраться в ресторан, там вместе выпить. Это все правда? То есть это не запрещали? Очень редко. Нет, как не запрещали. Но это очень редко. Это в сборную можно было. Потому что после игры ты на следующий день вылетаешь там. Ну вот говорят, что Ахалкацый тонко чувствовал этот момент. Иногда давал выходной и говорил, ребята, можно. Ты должен знать, когда. И так как профессионал, ты должен чувствовать, когда дашь себе расслабиться. Я все-таки пытаюсь понять, в чем же проблема современных гражданских футболистов. В том, что не ходит в тренажерный зал? Я еще говорю, если глубоко посмотрим, я говорю, вот дефицит, дефицит таких. Вот ты должен смотреть на футболистов. И вот, когда Ахалкацый пришел в команду, Давид Кипиан играл крайне нападающим. А Ахалкацый посмотрел и поставил его на том месте, где играл Кипиан. Значит, тренер же ходил на первую половину, да? Вот я играл в полузащите. А Ахалкацый уйдет меня и поставил центральную защиту. Ты должен игрока смотреть, какое у него качество, где он может себя показать в лучшую сторону. Это уже другое. Это тренер так не объяснишь. Ты должен быть очень глубоко должен знать футбол. Смотрите, я помню, что в последнее время в Белийском Динамо очень много было легионеров, не странные тренеры. Сейчас открываешь приложение, где счет показывают. Смотрю состав, одни грузины. И правильно. Вы считаете правильно? Правильно. Я считаю, что правильно. Легионеры не дают ничего? Ну, если ты возьмешь легионеров, он должен быть. Не легионер 36 лет, когда ему. Зачем? Ты легионер берешь, знаешь, почему? Потому что ты приходишь на Кубок Уэфа, чтобы он тебе помог. А вот сейчас, в мое мнение, что вот как одаренный футболист появится, что он ушел за границу в хорошем клубе. Ну вот, Ананиджи ушел. А что? Плохой игрок? Нет, хороший игрок. А кроме Ананиджи? Что грузинский футбол от этого получил? Мы сейчас в грузинском футболе, мы сейчас думаем только на сборную сейчас смотрим. А клубный футбол, это еще время надо. Только на уровне. А за российским чемпионатом следите? Ну, более-менее так смотрим. И российский, и украинский, и для русских. Вот сейчас финал был Кубка. Семин против Тарханова. Вы, наверное, обоим знаете? Да, обоим знаю. Оба мои друзья. И там что драка была тоже. Была, драка была. И Локомотив взял Кубок. Тарханов тоже делился как игрок. Он же не русский стиль, он техничный был. Вы помните? Да, да, он яркий был. Да, в сборной вместе играли. Семин. Семином вряд ли мы играли. Семин играл за Динамо. Нет, он в старшем игре. Он и в Динамо в Москве играл, а потом в Спартаке. Первый голой в Еврокубке. Спартака забил Юрия Павловича. Да. Вот так вот, немножко откатываясь к началу нашего разговора, вы, как генерал обороны, не могу вас не спросить об этом, а кто самый титулованный футболист постсоветского пространства? Знаете? Как не знаю. В Советском Союзе всегда были ярчайшие. Нет, постсоветского. Постсоветского, да. После того, как развалился Союз, вот с 91-го. С 91-го года. Кто самый титулованный футболист? Это, 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 это все мне... А я вам сейчас скажу. Да, надо перечислить. Каха Кавадзе, который выиграл Лигу Чемпионов Двора. А, просто, а, я думаю, только Российского. Нет, нет, нет. Ну, Кавадзе, конечно. Чеченка, Кавадзе там. Вот. Как вам Кавадзе? Как... Руководитель. Человек, который сам играл на крутой позиции. Правильно. Убедавшийся игрок. Взят в клубок Чемпионов, там, и что. Он стал примером. Вы с ним работали как тренер? Конечно. А, вот что в нем такое есть, чего нет у Динамо Киева. И он иногда уже не мог там в Киеве работать и хотел уйти из Киева. Лобановский его оставил и стал Кавадзе. И правильно сделал. Так что надо еще выходить в хорошем клубе там. А что у него есть, какие у него качества, в которых нет у других? Перу профессионализм. Это как? Профессионализм. Как это? Ну, это общее такое. Профессионализм, это очень многое там, знаешь, там. Что входит? Все входит там. И отход к тренировкам, игре, как он до сих пор, он в режиме находится там. Вот сейчас он в политике, и он над собой тоже работает. Он целеустремленный такой человек. И я очень рад, что я с ним близко в отношениях. И я сейчас его хотел, чтобы он тоже вирус как политик. Можешь стать президентом? Время покажет. Ну, человек популярный в любом случае. Конечно. Конечно. А нынешние футболисты Динамо, ну, понятно же, что с вами не могли выйти даже в темных очках. Вот сейчас, как в Грузии живут футболисты? Я думаю, нормально. Популярный? Не так, но хотелось бы, чтобы популярный убили, но надо достичь успеха, чтобы народ узнал лицо. Для вас последние результаты, ну, так скажем, сборных, которые осколками Советского Союза являются. Последний чемпионат Европы взять хуже команд, чем Россия и Украина, там, наверное, и не было. Ну, я против, вот, когда я смотрел на сборную России, ну, просто мне, вот, отношение футболистов, отношение футболистов, это для меня было неприемлемо. Да для нас, для всех это было, конечно, в деньгами. Отношение, вот, когда играют они, а так, у них лицо такое, вот, как будто, ну, для меня это неприемлемо. Как будто что? Ну, ты играешь за сбор в своей стране. А, хочу такие слова сейчас сказать, вот, а ты выходишь там и к сердцу не принимаешь. Ну, не в другой стране выросли, да. Ответственно, самое главное, вот, как в семье, там, вот, уважаешь родителей, там, уважаешь старших, там, и потом, когда на тебя смотрят, там, идут, нельзя. Ну, Лобановский любил говорить, коллективной ответственности не бывает. Коллективная может быть только без ответственности. Ну, Лобановский, знаю, что говорил, да. Ну, игроки переходили и играли до конца, там, и лежали там. Ну, а что делать, чтобы, что надо делать людям, чтобы вырастать в Месси и Роналду? На уровне. Ну, вот в России, в Украине, в Грузии, что надо делать? Работают еще раз, работают. Вот, вот у нас работают. А вот? Кокорин работает. Вот сейчас активно, вам это близко, центральный защитник, да, активно обсуждается тема, что у нас последние 10 лет, какие 10, 15, ни одного центрального защитника не появилось. Вот Кирилл комментирует матчи сборной и видел этих центральных защитников в неделе. Всех уже пробовали, пока, да, сложно. Да, это не только в России. А вы назовите, вот сейчас, вообщем, вот сборная Испании, там, играет Рамос. Да. И Пике. И Пике, да. Ну, как вы сейчас смотрите? Вам не нравится Рамос? Ну, быстрый, прыгучий, забивает много. А он, а вот с мячом может играть, там, вот как, давай, перехватывает и идет комбинацию. Он только на стандартной ситуации. И он сейчас против месяца что-то попытается делать подкат. Да, классный центральный защитник себе даст позволять такое. На их половине поля-то. Да, за что ему желтую, собственно говоря. Красную, да. Да, 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 красную. Вы же смотрели, наверняка, чемпионат мира. Продолжение. Как вам Нойер, который в игре с Алжиром был практически центральным защитником? Да, конечно, вот так сейчас Берестаев в Севераторе, там, даже не умеет. Я уважал Гвардиову. Ну, все, вот эту школу я очень уважал Йохана Кройфа. Он все это придумал. Когда, вот, в 74-м году и до этого, там, Аяк стал чемпионом Европы, там, тогда все знают, что нападающий должен играть на своем месте, там. А Кройф все, тотальный футбол. Там Михелс, там Кройф, там. Вы помните, как в финале, там, две минуты, там, немцы не могли отобрать мяч у голландцев. И Кройф встал в центре, взял мяч, и с мячом зашел в трофную, и Фокс не мог догнать его. И тогда Хионис сделал пенальт. Уже вот университализация пошла. Выиграла, да, все равно Германия. Ну, ясно. У немцев была очень сильная команда, да. Там очень много звезд было, чем у голландии. Там, в голландии, там, Кройф, Нескинс, и Джонни Рев, так, так. Еще они составы попадали, нет. Ван Ханнегг и Мумитатуров. А там играли, там, Фокс, Пекенбауэр, Брайтнер, Оверетт, Мюллер. Мюллер. И что там. Совсем хионистом. Так что, вот, гвардиор, какой футбол сейчас там показывает, это для меня идеально. Я все-таки к Нойеру хочу вернуться. Правильно. Но я стал центральной защитной. Это брал хлеб, получается. Да, нет, точно. Вот. Так играл, как центральный защитник. Игру понимает, дает пас. Так что, вот к этому идет сейчас. Мы в прошлом году были на матче одном киевского Динамо в Еврокубках. И там ваши партнеры тех времен стали говорить, да перестаньте вы назад отдавать Шавковскому. Он учился, когда пас назад был разрешен. В руки можно было вратарю брать. Не может ногами. Ну, это проблема Шалковского. Ну, проблем это нет, потому что ему это и было не нужно. По большому счету, он даже не всегда ворот. Должен. Одиннадцать человек, когда выходит, не, первый раз вратарь должен уметь пойматься, это самое главное. Если еще играешь, поле должен придать. А ваше время, кстати, вратарьи задействовали как-то? Ну, на тренировках, в квадрате. А вот Габиэль, допустим, да. И так он смотрел все? Смотрел нормально. Мог бы в поле играть? Мог, ну, он мог играть, хорошо играл. Кстати, Ноя расспросили, чего бы он добился, если был бы полевым игроком. Сказал, наверное, играл бы где-нибудь во второй или в третьей лиге. То есть, если был бы полевым игроком. Ну, сильнейший вратарь. А скажите нам, как генерал обороны, а кто сильнейший центральный защитник всего этого мира? Вот мне трудно сейчас сказать, потому что я могу сказать свое мнение. Давайте. Хумельс. Нормально. Нормально. Созидательный. Очень хороший защитник Банучий в Ювентусе. Банучий тоже. Вот Хумельс тоже. Вот Созидательный. Отличается от других немцев. То есть, вам не нравится защитник, который может только в аут убить? Вот сейчас представим сейчас игру. Сейчас вот как команды играют или на своем поле все 10 игроков, или на поле соперника. Вот когда 10 игроков защищается, а из 4 защитников никто не умеет подключаться. 6 игроков может забить мяч 10-дрем, которые они на своем поле. Значит, должен уметь играть, да? И в пас должен уметь идти. Вот как Альвис сейчас забил и пасы дает, да? Ну, в обороне минусы у него. Но как он подключается, да? Еще, когда он подключается, это уже внезапно, да? И подключается, и личного игрока сейчас он показывает. А вот сейчас все тренеры думают, как на 25-30 метров, чтобы на каждом вот этом участке, чтобы личный игрок был. вот это главное. А вот чтобы быть личным игроком и играть в одно касание или в два касания, ты должен еще много бегать. Вот, когда игрок получат, как в Барселоне, когда у одного игрока есть мяч, у него два игрока своих, свободных, которые могут или ему передать, или ему передать. Есть много вариантов. Так что, вот это универсализация. Вот сейчас еще много говорят, что вот у этого нету, опыта нету. Зинядин Зидан сразу стал тренером Реала. Значит, мне это главное, чтобы он опыта имел, что 10 лет. Сразу стал и сразу выиграл все. Я вам так скажу, когда Матерс замер, стал тренером Дорхенской Баруси, у него тоже не было никакого опыта, он выиграл с ней чемпионат. Правильно. И Бекенбауэр тогда сказал, что его заставляли замера получать лицензию, он сказал, зачем ему лицензии, он знает больше, чем те, кто эту лицензию дают. Конечно, правильно. Созидателем Сентраевич защитник последнее время, как в замер играл. Мы зададим по паре вопросов, быстрый, чтобы был ответ, на выбор. Хорошо. Я начинаю? Да. Романцев или Газаев? Ну, Газаев игрокубок УФА. Так. Все это сказано. То есть Газаев? Да. Сапирали или Аркацители? Аркацители. Вы любите белое? Белое, да. Сапирали можно 2-3 стакана, Аркацители можно 2 бутылки. Представим себе шашлык, ткемали или сацибели? Шашлыку не ткемали не подходят, не сацибели. А что нужно? Ничего не нужно. Если у него хороший шашлык, у него есть свой сок, без ткемали и без этого надо. А зачем тогда ткемали и сацибели? Для чего? Это для